приветствую друзья товарищи коллеги в этом видео сегодня хочу вам показать кое-какой секретик столярно-мебельно-плотницкий такой распиловки дсп чтобы меньше было сколов есть несколько секретиков как бы элементарная вещь кому интересно посмотрите конечно же подписывайтесь на меня ставьте свои оценки делайте комментарии может быть я что-то неправильно делаю или вы что-то подскажет смотреть я здесь приготовил сейчас хочу ее сейчас вот перед вами распилить сначала без секретика показать как она обычным образом распиливаются и какие сколы остаются обычной пилкой по дереву да во многих они есть вот у меня здесь разные они такие есть и потом увидите секретика как распилить вообще сколов чтоб не было вот у меня сегодня лобзик в таком чемоданчике у меня так вот он открывается у меня все в кейсах обычно во первых удобно транспортировать во вторых как бы ну хранение тоже соответствующее все в комплекте но это моя заморочка я считаю что это вот ну правильно содержать инструменты здесь вот у меня есть тоже комплекты кое-какие да всяких разных полотен пильных для лобзика сам лобзик уже старичок вот сейчас заодно обзорчик такой такая модель видите гст-75 б профессион и сделан он в россии сборка в россии конечно же марка это германия но просто они завод построили в городе энгельс он давно уже повидавшие виды давно в работе и ни разу не чихнул кашли ну вот у него здесь вот такая вот подошва стальная поворотная итак друзья беру вот такую стандартную пилку с таким зубом на этого же производителя комплектах обычно идет продается ну вставляем лобзик лобзики кстати вот посадочка вот такая вот кто не знает он смотрите без ключевая беру вот эту пилочку так раз вставил и защелкнула системой sds она и новых моделях и в тех моделях вот так вот прошлого так скажем выпуска работает он с регулировкой оборотов вот здесь блокиратор клавиши фиксатор можно без нажатия ввести лобзик и вот такая защитная здесь еще штуковина стоит она очень хрупкая я об этом как-то говорил немножко непонятно почему вот у профессионального инструмента вот такая хрупенькая вещь которая у всех потеряна я уверен поломана разбита у меня она пока живет и здесь вот у у нее такие вот защелки когда были защелки ухват у хватики прихватики и нужно ее так вот сюда под защелкнуть вот лобзик готов к работе вот смотрите видите сколько сколов здесь вот вот здесь вот посмотрите видите все шерба то и чтобы вот этого не было обычный пил когда вы пилите есть кое-какой секретик сейчас я вам покажу друзья и вот собственно говоря сам секретик это малярный скотч спасает нас от сколов то есть мало кто его применяет мало кто знает это вот если стандартной пилкой делать пропил давайте сейчас с вами проверим убедимся я говорю сразу подсказывает что в один слой скотч не работает работает минимум в три слоя когда наклеена на место 1 но друзья я наклеил этот малярный скотч сюда да вы делаете разметку например да и по этой разметки будет распил я сейчас делать разметку не буду просто вам покажу пример это самое милое дело вот если у вас нет других пилок специальных она покажу вот дерево с мелким зубом и одну секретную пилочку но она как бы секрет поле шинели все его знаю многие не знают и вот смотреть мои видео здесь будете много чего узнавать так что давайте друзья сейчас я вам покажу как через скотч мы уменьшаем скола смотрим что у нас вот это маленький секретик такой столярно-плотницкий со скотчем конечно же вы наверно сразу скажете что расход большой да согласен среднем сейчас одна такая катушка скотч стоит рублей наверно 60 80 по мосту 100 так что не всегда это и как бы целесообразно на простом дсп не ламинированным но я вам скажу в мебельной теме ошибаться со сколами не стоит поэтому лучше иметь вот такой скотч вот смотрите вот тут вот мы сейчас распил делали можем ветер минимум скола смотрим вот эту сторону ведь и это на входе да вот смотрите чуть-чуть подскалывает на малой скорости а это на выходе тоже ну минимум минимизирует скоро вот тут кусочек остался сейчас следующую пилку покажу а с более мелким щадящим зубом на меня агрессивная такая вот берем из этого какого-то непонятного рунекса у меня какие-то затесали спилки вот с таким зубом помельче да вот он из розетки отключаем лобзик и вот так вот он у нас отстегивает пилку сейчас увидите вот она вылетела и перед мелким зубом тоже через скотч это это в растрепала скотч но вот на большой скорости вот смотрите мелким зубом минимум скола ну как бы более-менее щадящая если без скотча пилить то сколы конкретные да вот смотрите на большой скорость запилю без скотч вот вам видно даже сразу вот они скол если на малых оборотах сделать до запил тоже такой вот так его растрепала на малой скорости ламинированная дсп сейчас я вам покажу тот самый секрет который позволяет распилить идеально вообще без скотча без скола в специальной пинкой и это пилку у всех есть сейчас я поменяю вот эти пилки эти пилки по металлу по алюминию по жести с мельчайшим зубом они очень подходят для распиловки для раскроя ламинированного дсп также вся вот эта технология которую я вам сегодня описываю в этом видео она пригодится вам когда вы будете работать с ламинатом потому что ламинированный ламинат он как бы как раз и требует тоже распиловки без всяких сколов там на краях да они спрячутся но мало ли где-то понадобится то есть чербин будет меньше и вот давайте посмотрим как без скотча и без всяких там дополнений просто вот такой пилкой пилится вот этот материал ламинированных диск вот здесь буду по центру начну и вот сюда уйду увидите на большой скорости надо пили идет он медленнее но это того стоит потому что вы не губите материал вот друзья смотрите как гладенько пилилась вот это дсп шичка да вот смотрите нет ни одного скола это все за счет того что мы пилили пилкой по алюминию то есть вот он из есть тот самый секретик распиливанный без всякого скола дсп ламинированного друзья то же самое касается и циркулярных пил вот например пила ведь у нее какой зуб это грубый распил то есть для досок для стройка для мебели чтобы нормально распиливать дсп ламинирован или какие-то делать работы такие отделочные без всяких сколов не черновые берется диск с более частым зубом и то же самое милое дело поставить сюда диск многозубчатый там где по моему 75 зубьев по алюминию на вот такую пилу по алюминию 190 вид но всем известная пила вот у меня тоже хранится в кейсе все ее поставить диск по алюминию тоже быстренько можно распиливать дсп ламинированно или вообще какие-то деликатные такие детали но это будет уже в следующем видео как-нибудь вам покажу так что друзья имейте ввиду вот такие вот пилочки имейте в наличии всегда для того чтобы без сколов что-либо распилить и вот такие стандартные по дереву да вы берите самым мелким зубом если не хотите сколов а вот такой крупный зуб он всегда это быстрый лес для быстрого разреза всяких брусков там вот досок что-нибудь быстро отхватить когда полы там черновые крови тебе такая тема на этом все всем пока подписывайтесь